Тогда Кришна увидел деревья Маларджуны. Эти двое деревья, это были Навагара и Манегриева. Однажды народ ушел, а они кухались с девушками. Они были сыновья Кувера. Кто такой Кувера? Он казначей полубогов. Министр финансов полубогов. Очень возвышенная личность. Когда есть деньги, тогда анархия проявляется. И Городев погружается в незаконные отношения, интоксикации. Все эти вещи присутствуют там, где есть деньги. Четыре вида греха. Четыре вида греха находятся там, где много денег. Поэтому деньги, они постепенно человека уводят к этим вещам. И так они обнаженные, купались с женщинами, пьяные. И Нарады Риши пришли. И он увидел всю эту картину и подумал, как же так, сновьями его другу так себя ведут. А Апсары в это время засмущались. Они вышли, прикрыли свое тело. Но сновья Кувьера, они начали ругать народу. Они начали его критиковать и говорить, ты что, не мог найти себе другую дорогу? Зачем ты нам не испортил весь праздник? И Нарады Риши думают, о, как же так. Они родились в такой возвышенной династии и ведут себя недостойно. Харибола так. Напишите, пожалуйста, слышно? Когда у нас будет саду санга. Сейчас мы вращаемся в круговороте самсары. Но когда у нас будет саду санга, когда саду будет проливать на нас свою милость, удачливая душа, она обретает эту встречу в саду. Господь посылает нам саду. А Кувьера, увидев этого садху, упустили свой шанс. И они кричали на него с красными глазами. И Нарады Риши подумал, сейчас вы голые и всегда оставайтесь голыми, как деревья. Поэтому станьте деревьями. И начиная с ног, они начали отвертевать. Они начали превращаться в деревья. Они очень испугались. Потому что жизнь дерева, она очень трудная. Засуха, жара. Они не могут... Дерево не может получить воду, не может попросить одежду. Если холодно, он не может одеться. Поэтому очень сложно. И мы очень удачливы, что у нас человеческое тело. Мы можем есть прасад. Мы можем совершать садху. Но дети куверы, когда начали превращаться в деревья, они упали в ноги к Нараде и начали просить прощения. Нараде сказал, хорошо, вы станете деревьями, но вы будете деревьями в Гакуле. И Кришна, когда пришел в два параюгу, Он своим касанием, касанием своих стоп, Он освободит вас. И эта история произошла в Сатте-югу. А Кришна придет в конце два параюги. Поэтому такой огромный период времени им нужно было ждать в форме деревьев. Но, тем не менее, проклятие Нараде обернулось для них благословением. И мы видим, что саду, когда злится, когда он проклинает, все равно это оборачивается благословением. В шастрах говорится, общаясь с садху или как-то с ним, соприкасаясь, невозможно получить что-то неблагоприятное. Это в любом случае будет благоприятно. И тогда Нараде сказал, что Кришна придет и освободит вас, коснувшись своими стопами. Все насекомые, Враджа. Они все необычные. Все, что находится во Врадже, все необычно. Все цветы, деревья, растения, животные, все служат Кришне. Вопрос возникает. Нараде садху, почему он разозлился? Он шел себе по дороге и шел. Зачем он проклял этих сыновей Кувера? Городек задает вопрос в зал. Швенат, хоть кровати такой, говорит. Так же, как мать. Мать может приготовить к какому-то фестиваль очень много вкусной еды. Но ребенок спит. А она приготовила очень много всего вкусного. Что она сделает? Даже если ребенок не просыпается, она будет его будить. Так или иначе, она его разбудит. и предложит ему поесть вкусную еду. Она заботится о нем. Вот, и потому что она пока ребенка не накормит, она сама не будет есть. И поэтому Нарадариша, он хотел пролить свою милость, хотел подарить им нектар премы. Но они были еще не готовы к этому. У них было другое настроение. Поэтому он их помещает таким образом в Кришналилу. Певцами, они становятся двумя певцами во Вриндаване. Когда происходит собрание во Вриндаване, они с утра и вечером поют о играх Кришны, прославляя его детские лилы. Даже на Галоке собираются и слушают Катху, и обсуждают Катху. Также Прабхупада, он установил эти собрания, он установил эту Харикатху, он установил Мадхи, потому что Гаудия Мадхи – это проявление духовного мира. Здесь тренировочная база. Прабхупада это сделал специально для нас. Прабхупада говорил, я принес сюда Галоку Вриндаву на форме Гаудия Мадхи. И эти двое, Ману Кувера и Ману Гриф, у них было покрыто сознание интоксикациями. И Нарда, как мама, разбудил их и пробудил в них сознание. И когда Нарда проклинал их, он дал им благословление, чтобы отрезвить их. То есть своим проклятием он их отрезвлял, пробуждал, а благословлением он их кормил. Чтобы освободить сновейку веры, Кришна пополз между этими двумя большими деревьями и коснулся ступой этих деревьев, и тогда эти деревья упали. И дети Куверов проявились в форме двух гандаров и начали возносить молитвы, молитвы Стоты Шрути для Кришны, успевать Его славу. Они попросили благословления, чтобы их голос всегда прославлял от себя, чтобы всегда руки служили преданным, чтобы головы наши склонялись перед тобой, чтобы мы естественным образом могли всегда видеть тебя. Они попросили такое благословление у Кришны. Почему мы стали деревьями? Потому что мы не поклонялись Нарадариши. И теперь мы столько времени страдали. Если бы наша голова сама собой поклонялась святым, мы бы никогда не стали деревьями. Поэтому мы просто благословление, чтобы наша голова всегда кланялась тебе и твоим преданным, всем святым. Народ им даст аккор. Он говорит, что тот, кто не кланяется перед Саньяси, тот, кто не склоняет свою голову перед Саньяси, его голова бесполезна, она не нужна. Поэтому всегда нужно кланяется Саньяси. Итак, в Раджаваси сразу прибежали, потому что раздался очень сильный грохот, когда деревья упали. Нандабаба пришел. Он увидел Кришну связанного, и он сразу развязал его, так как у него тоже была в отца Лераса. Он своей в отца Лерасой развязал этот узел. Друзья Кришны не могли развязать Кришну, потому что в отца Лераса, она более возвышена, чем в Сахи Раса. И тогда Нанда Махарадж, он спросил, кто тебя связал. Кришна сказала, что мама меня связала. И тогда Нанда Махарадж сказал, ты все время повторяешь, мама, мама, ты смотри, мама тебя связала, а отец тебя развязал. И тогда потом Ешода Майя пришла, и Нанда Баба отругал ее и говорит, ну, разбил он горшок, в чем проблема? Ты его так жестоко наказала, так жестоко наказала. Он, его эти деревья могли бы придавить. У нас так долго не было детей. Мы в преклонном возрасте его родили. Он разбил этот горшок, а ты его связала, так сильно его наказала. А я защитил его. Эти два дерева могли задавить его. Он мог умереть. Нанда Махарадж сильно разозлился, и он сказал, если тебе дорого масла и горшки, оставайся с ними, а я буду с детьми. Мама Ешода заплакала. Она стала проклинать свои руки. А она говорила, пусть они покроются проказой. Я совершила такое оскорбление. Я связала нашего сына. Она сама себя ругала. И тогда Нанда Баба взял Кришну и Баларама. Накормил их молоком, сладостей дал, и потом привел обратно в дом. И в одном углу мама Ешода плачет, а в другом углу Нанда Баба взял Кришны и Баларамы. Кто их примирил? Мама Рахини. И мама Рахини понимает, что этот конфликт разрешится, если Кришна придет к маме на руки. И тогда мама Рахини говорит Баларама, говорит, иди приведи Кришну к маме. И тогда Баларама подходит к Кришне и говорит, пойдем к маме. А Кришна говорит, нет, не пойду. И тогда Баларама пытается за руку его тащить, а Кришна разозлился, вырвал свою руку и оттолкнул его, чтобы Баларам даже упал. Мама Рахини думает, о, Кана очень злой сегодня. Она спрашивает, Кана, ты не пойдешь сегодня к маме? И Кришна отвечает, нет, она ругает меня, отец меня больше любит. А Рахини говорит, так если ты не пойдешь к маме, кто тебе будет молоко давать? А Кришна отвечает, папа будет давать. Папа меня уже покормил, прям с коровы. И накормил меня сладостями. Мама Рахини спрашивает, а на чьих руках ты будешь спать? Кришна отвечает, я буду спать рядом с папой, буду играть со своим братом, я к маме не пойду. Мама ругает меня, бьет меня, хотелось замахнуться на меня палкой, связала меня. И тогда мама Рахини сказала, если ты не пойдешь к маме, она умрет, и что ты тогда будешь делать? И тогда Кришна, когда Кришна услышал, что если я не пойду к маме на руки, то она умрет от разлуки. И тогда Кришна заплакал и побежал, мама, мама, мама. Прибежал, сел ей на руки и обнял ее за шею. Мама Ешода заплакала. Он сел к ней на колени и обнял ее за шею. Мама Ешода плакала, плакала. Все в Раджавасе наблюдали эту Лилу и тоже заплакали. Кстати, Врата Муни в Домодараж таки говорит. Субтитры создавал DimaTorzok Он описывает эту Лилу, он видит эту Лилу и описывает ее в Домодараж таки. Он говорит, что таким образом лилы каждый день разыгрываются, он разыгрывает каждый день бесконечное число игр. И на Шрила Нарайна Махарадж говорил, в Ананда Вариндавана Чампу, в Габинди Лиламрите, в Кавираджи Гасвами, там описаны множество игр Кришны. Сколько они лил записали? И они записали всего лишь одну капельку лил, потому что на самом деле Кришна являет бесконечное количество лил каждый день. И наши ващнавы записали всего лишь капельку этих лил, а на самом деле там целый океан, потому что Кришна сам бесконечен, и лилы его бесконечны. Почему они писали так мало? Потому что Садак, он должен ощущать жадность, лобху. Они нам показали это, и чтобы мы хотели обрести эту лобху, чтобы мы хотели попасть на галоку и увидеть все это своими глазами. Поэтому они описали всего несколько лил, как капельку, чтобы дать нам попробовать. А Кришна совершает бесчисленное количество лил. И всех в Кавираджи погружают в сладость этих игр. Однажды... Однажды Кришна и Баларама... Иногда Бараджи васи спорят, кто более сильный, Кришна или Баладев. Кто-то говорит, Баладев сильнее, он крупнее, он сильнее, он... А кто-то говорит, что Кришна. И гофе говорят, ну давайте посмотрим они. И они поделились на две стороны. С одной стороны, те, кто болеют за Кришну, с другой стороны, кто за Баларамой. Кришна и Баларама, они такие разминаются, как борцы. И они говорят, тот, кто победит, тот получит масло. Гуру Девушка общается сейчас со Шрути Мухараджем. А он... Я так продолжил Bondю мы с wins. Кришну и Баларама... В чем-то... Остопотопопа... Кришна... Остопопоп. Это все... Остопоп... Кришну... И тогда Баладев поборол Кришну, и Кришна говорит маме, почему Баладев меня победил, а мама говорит, потому что ты мало ешь масла, посмотри какая шиха большая у Баладева, и он смотри какой сильный, и Кришна говорит, мама, давай мне быстрее масла, и он начинает есть масло и смотрит на свою шиху, но она не растет, мама, она не растет, она все такая же маленькая, я ем масло, она не растет. Таким образом Кришна боролся со своим братом Баладевом и проигрывал иногда ему. И однажды в Терновнике были цветы, и нужно было туда пробираться через колючки, чтобы их сорвать. И они залезли в эти кусты, нарывали цветов и не могли обратно выйти. Там очень колючий был куст, и они не могли вылезти, забрались туда, вылезти не могли. И они тогда плачут, мама, мама, мама приходит, смотрит, что случилось. И мама приходит, видит, что они оба сидят в колючках и не могут вылезти. И тогда мама еще их достала оттуда. А иногда Кришна заглядывает в колодец, а там вода, и он видит свое отражение и кричит туда «Эй, кто там?» А их ему отвечает «Кто ты? Кто ты?» И Кришна говорит «Ты спрашиваешь меня, кто я?» А их ему отвечает «Ты спрашиваешь меня, кто я?» И Кришна ему говорит «Я что должен сказать, кто я?» И их ему отвечает «Я что тебе должен сказать, кто я?» И Кришна падает в колодец. И тогда Баладев увидел, что Канна упал в колодец. И Баладев тоже начинает кричать туда «Кто ты?» И также падает в колодец. И мама приходит и смотрит, что оба ребенка в колодце. И она спрашивает «Что вы там делаете?» И они оттуда кричат «Мама, тут кто-то здесь с нами спорит из колодца, мы его ищем!» «Посмотри, мама!» «Они на самом деле не упали в колодец, переводчик чуть-чуть ошибся!» Они были около колодца и говорят маме «Мама, мама, смотри, там вот два человека, посмотри вниз!» Они с нами спорят. Йога Майя заставляет Кришну забыть, что Он Верховный Господь. Поэтому, если бы он помнил, что Он Верховный Господь, он бы не смог наслаждаться полностью этими лилами. И однажды Нанды Бабы сказал «О, Лала, принеси мои тапки!» И тогда Кришна идет за тапками, за тапками Нанды Бабы, ставит их на свою голову. Но сначала Он их пытается поднять, а они тяжелые. Он все равно их поднимает и вот ставит себе на голову и приносит Нанды Бабе. Нанды Баба очень рад, очень доволен. Он думает «Какой у меня прекрасный сын!» Он говорит «Какой у меня разумный сын!» Ему сложно их удержать в руках, но Он их поставил на голову. Потому что на голове проще нести тяжелый груз. Или мама еще говорит «Принеси мне скамеечку, чтобы мне взбивать масло!» И Кришна тоже с огромным усилием тащит эту скамейку. Кто такой Кришна? Он Своямбхагаван. Он держит бесчисленное число вселенных, но с большим трудом тащит эту лавочку, эту скамеечку для мамы. Каждый день происходят разные лилы, и в Раджаваси видят их, и целый день обсуждают эти лилы, целый день погружены в это. И Гурдев также рассказывал одну историю про торговку с фруктами. Сейчас скоро говорят, скоро приедут все махараджи из Мадхура, и здесь будет Прасад. Вот сегодня в 8 часов приедет Мадхурская Парикрама, и мы пойдем потом после Прасада на Бриндава на Парикраму. У нас также будет прямое включение, скорее всего, тоже с этой же группы. Иногда Гопи отправляется в Мадхуру. Что значит Гопи? Го – чувство, пи – значит пить. Каждый день они своими чувствами пьют, нектар, кришнабхакти. Откуда слово Гопи? Гопи Ракшми Паланча. Те, которые заботятся о Боговании. Вот от этого произошло слово Гопи. Гопи всегда в сердце держат Кришну, всегда о нем заботятся. Кришна говорит, да Боговат Витиман, Мана, Боговат Вакто, отдай мне свой ум. Какой пример этого Манмана? Это Гопи. Пример этого – это Гопи. Когда они из Раджи приходят в Мадхуру, они говорят только о Кришне. Когда они возвращаются обратно, они также говорят только о Кришне. Когда они пришли в Мадхуру, они также говорили о Кришне, и там была торговка фруктами. Она услышала Катху. Она услышала Кришна Катху от Гопи. И она подумала, эти Гопи всегда говорят о Кришне. Наверняка он такой сладостный. И у нее родилось сильное желание в сердце увидеть Кришну. Возникло такое сильное желание, и она узнала, что Кришна – сын Нанды Бабы, который является царем Раджи. Она думает, а я просто торговка фруктами. Как же я смогу его увидеть? Она думает, так, хорошо, дети любят фрукты. Поэтому, если я наберу вкусных манго и отправлюсь туда, к дому Нанды Бабы, и буду кричать, фрукты, фрукты, дети же любят фрукты, и тогда, возможно, Кришна выйдет, и я его увижу. Так она и сделала. Она собрала самые-самые лучшие фрукты и пришла к дому Нанды Бабы и кричит. Она пришла и кричит, покупайте фрукты, покупайте фрукты. Шидам, Васудам, Адумангал, все пришли, все друзья Кришны пришли, и они начали есть фрукты. Но Кришна не выходил, и она думает, как же так, я пришла из-за Кришны, а Он не выходит. Она расстроилась, она устроилась и ушла домой. А на следующий день снова пришла. Она пришла на следующий день также с фруктами. Вот когда она пришла на следующий день, и Кришна снова не вышел, пришли только друзья, и опять начали есть фрукты. Она ждала Кришну, но Он снова не пришел. Гурудев говорит, Рамачандр Прабху говорит, садитесь на стул. Рамачандр Прабху говорит, тот, кто сидит ниже, тот младше. А тот, кто сидит за столом, всегда получает славу, поэтому я буду сидеть здесь ниже со всеми. И, ну, все смеялись. Ну вот, во второй день Кришна опять не вышла, и в третий день она пришла и пообещала, если я сегодня не увижу Кришну, я не вернусь обратно в Мадхуру. И когда в третий день она пришла, и имея такое сильное желание, она так сильно погрузилась в мысли о Кришне, и она кричала вместо того, чтобы кричать, покупайте фрукты, она кричала, покупайте Дамодару, покупайте Кришну. А Кришна в это время играла во дворе, в это время. Как только он услышал, он думает, она уже приходила два дня, а сейчас она продает меня? Какой урок здесь? Гурдов говорит, пока человек не сойдет с ума по Кришне, Кришна не проявится. Кто-то с ума сходит по жене, кто-то по деньгам, кто-то по детям, но по-настоящему, если мы сойдем с ума по Кришне, тогда Кришна проявится. То, кто с ума сошел по Шриматери Адхарани, в самом хорошем смысле этого слова, тогда она проявится в сердце. Ну и вот, и Кришна увидела это глубокое желание, то, что она сошла с ума уже от желания увидеть его. Тогда Кришна взял в руки горсть зерна, в свои маленькие ручки, он взял столько, сколько туда поместилось. И он пришел, он шел, шел, а зерно просачивалось через его пальцы, и оно падало. Что такое это зерно? Оно символизирует лакшми, богатство. Лакшми говорит, я нахожусь всегда у твоих стоп, я никогда не оставлю твоих стоп. И лакшми всегда находится у стоп Господа, все богатство находится у стоп Господа. И также у Кришны браслетики на ногах. Кришна думает. Кришна думает, у него звенят браслетики, и родители узнают, что я ушел из дома. До этого демона несколько раз атаковали Кришну, поэтому Нанда Баба сказал ему, не выходи из дома. А эти браслетики звенят, и они говорят ему, Кришна, ты куда идешь? Ты что, тебе же родители сказали не выходить из дома. Эти браслетики его предупреждают. Ты что, не помнишь, как деревья упали, как на тебя демоны напали? Эти браслеты говорили голосом. Почему? Потому что это правление Баладео Прабу. И браслеты-то говорили, Кришна, если ты не вернешься, мы пожалуемся родителям. И тогда Кришна задрал эти браслетики повыше, чтобы они не болтались, чтобы они были в натянутом состоянии. Кришна очень хитрый. И тогда торговка фруктами говорит, покупайте Гиридхари, покупайте Гапала. Она раньше слышала, что Кришна очень красив, но когда она увидела его, она просто бомнела. И когда Кришна подошел к ней, у него в руках осталось всего одно или два зернышка. Он положил их, положил их в торговки и говорит, дай мне фруктов. А она говорит, ты должен заплатить. Кришна думает, ага. Я когда прихожу в дома Гопи, они никогда ничего не спрашивают. Они с любовью предлагают мне масло, сладости. А торговка фруктами говорит, что я должен заплатить. Так. Хорошо. И тогда торговка говорит, я тебе отдам все, что хочешь, если ты сядешь ко мне на руки и скажешь, мама. А Кришна думает, если Готов узнает, что я сижу на коленях у этой торговки, что я сижу на коленях у этой торговки фруктами, они будут смеяться надо мной. И тогда, он думает, с другой стороны, так много вкусных фруктов. Что же делать? Тогда он смотрит по сторонам, думает, смотрит, никого нет. Тогда он быстренько садится на колени торговки и говорит, «О, мама, дай фрукты, быстро-быстро», произнес и слез. А с этой торговкой фруктами связана история. Когда Рама и Лакшин были в ссылке, там был один охотник. И он представлял им свою семью, это моя мать, это мой отец. И мать этого охотника, когда увидела Рамачандру, у нее сразу появилось желание. Желание иметь такого же сына. Он подумал, если бы у меня был такой ребенок, и он бы сел ко мне на колени, я была бы очень счастлива. И Рамачандру услышал это желание, почувствовал. И в следующий, когда он в следующий раз приходил уже как Кришна, когда Кришна являлся, эта мать проявилась как торговка фруктами. И тогда, после того, как Кришна назвала ее мамой, она отдала ему все фрукты. Ее корзина осталась пустая. Он принес эти фрукты домой. И мама говорит, где ты взял эти фрукты? И гопи увидели эту лилу. И гопи пришли к маме и рассказывают маме Ишоде эту историю. Мама Ишода, ты знаешь, откуда Кришна взял эти фрукты? Торговка фруктами пришла. Мы даже не знаем, с какой она касты. А Кришна сел ей на коленке. Кришна думал, что его никто не видит, а гопи все увидели. И Кришна думает, о, гопи все знают, все увидели. Сейчас мама меня отругает. Точно отругает. Потому что я даже не знаю, с какой она каста. А я назвал ее мамой. Кришна немножко испугался. А мама Ишода говорит, ну, мой сын назвал кого-то мамой, ну и что здесь такого? И тогда Кришна думает, о, какая у меня милостивая мама. Все пронесло, ругать не будут. И мама Ишода взяла эти фрукты и предложила Господу. Тогда торговка, она взяла свою пустую корзину и понесла назад. И она почувствовала тяжесть этой корзины. Она сняла ее с головы и увидела, что она полна драгоценностей. Она взяла эти все драгоценности и выкинула в Емуну. Потому что ей нужна была только милость Кришны. Ей не нужно было богатство. И уже после этого никто не знал, где она. Кришна одарил ее Кришнабхакти. И таким образом Кришна являет так много лил. Бхактова цали Бхагаван. Всех в Радживасе погружает в нектар сладостных лил. Теперь Гурдев передает слово Рамачандре Прабу. Гурдев передает слово Рамачандре Прабу. Мы сейчас Рамачандр Прабху тоже будем переводить, поэтому не расходитесь. Потому что тебя плохо слышно, но все говорят, что ты не нужен микрофон. Давай тогда с ним, давай. Рамачандр Прабху, он приносит свои Дандават Паранамы. Кушпан жили сначала своему гуру-деву, жили на раннего своему хараджу. Миллионы-миллионы поклонов. Рамачандр Прабху говорит, Шрила Мухарадж попросил меня рассказать катху, но я даже не знаю, что рассказывать. Он все рассказал, мне ничего не осталось. На самом деле Рамачандр Прабху говорит все это из скромности. Он очень возвышен на войснах. Рамачандр Прабху говорит, что это из скромности. Так же, как обезьян ловит, их заманивает тирном и ловит. Так же и гуру-дев под предлогом Врадж-Мандал Парикрамы заманивал нас и ловил. Потому что мы шатаемся, где попало. А гуру-дев под предлогом Врадж-Мандал Парикрамы собирает нас здесь и рассказывает харикатху. Гуру-дев погружает нас в эту катху, в это настроение. А у нас есть привычка. Какая? Слушать истории. Мы читаем разные истории. Мы читаем книги. Зачем? Чтобы узнать истории. Мы смотрим фильмы, чтобы узнать истории. То есть, у нас есть такая привычка, есть такая склонность слушать истории. Или мы говорим о чем-то, с кем-то. Мы обсуждаем что-то. Обсуждаем политику, знаменитости. Или друг о друге что-то рассказываем. Мы что делаем? Мы рассказываем истории друг другу и друг о друге. Поэтому наша жизнь, она пронизана слушанием историй, рассказами разными. Мы когда слушали разные истории про Чампака и так далее. И таким образом у нас, это видимо Чампака какой-то знаменитый герой детский. Поэтому у нас, поэтому у нас с детства есть привычка слушать истории. Поэтому, когда мы приходим на путь в акте, у нас тоже есть склонность слушать истории. Что такое история о Кришне? Это катха. В чем разница между историями о Кришне и материальными историями? Нужно понять, в чем разница. Все истории, которые мы слушаем в материальном мире, герои этих историй. То есть, когда мы слушаем какие-то истории, у нас нет с ними никаких отношений. Идем в кино, там герои и героини разыгрывают какую-то историю, но у нас с этими героями и героиней нет никаких отношений. Когда мы читаем что-то, когда мы обсуждаем эти истории, у нас к этому уже нет отношений. Но когда мы читаем о Лилах Кришне, или слушаем Лилы Кришне, или обсуждаем Лилы Кришне, у нас проявляется наша истинная природа. Потому что в истории заложена самбанда таттва. Самбанда – это связь. Потому что материальные истории – это как листья, оторванные от веток. А история о Кришне – это как листья, которые находятся на ветках. У нас есть привычка слушать всякие мирские истории, которые никак с нами не связаны. Но когда мы слушаем истории о Господе, мы слушаем о личности, с которой у нас есть вечная связь, вечная истинная связь, вечные взаимоотношения. Сейчас мы, возможно, этого не понимаем и не чувствуем, но это есть. Слушая о Господе, возникает интерес к Нему, или слушая о преданном Господу, у нас возникает интерес к Нему. И это называется жажда, лобха. В Писании, в Катхе, не просто какие-то отношения, а прямо самбанда гьяна. Там рассказывается, как достичь этих отношений. Например, девушки говорят, «Ты увидел замуж за этого парня». И она пытается узнать об этом парне. И в шастрах говорится о самбанда гьяне и о способах достижения этого, об апхидее. Истории этого материального мира, когда они попадают к нам в уши, они еще больше погружают нас в скорбь, в иллюзию. Но когда мы слушаем истории о Господе, мы, наоборот, освобождаемся от иллюзии. Поэтому мы собираемся, снова и снова собираемся, чтобы слушать истории о Кришне. И после этого у нас снова возникает чувство, новый вкус. Почему? Почему мы снова получаем новую расу? Когда Гурадев был в Матхуре, точнее, в Дели. А, нет. Когда Гурадев был в Матхуре, а я жил в Дели, я приезжал из Дели у Матхуру. На 3-4 дня приезжал к нему в Матхуру, приезжал к нему на поезде. То есть на целый месяц я покупал проездной на поезд, по которому можно бесчисленное число раз путешествовать из Дели у Матхуру. Ну, собственно, как у нас в России тоже проездной билет такой. Такой же покупал Рамачандра Прабу и приезжал к Гурадеву в Матхуру. Ну, где-то около 3-х он садился на поезд и к 6-ти приезжал в Матхуру. Около 3-х часов дорога. И у Гурадевы Катха начиналось в 6. Все приезжали из Риндавана в Матхуру, также собирались в Матхуру, и слушали Катху Шрилы Нараяна Махараджа. Он рассказывал... Гурадев рассказывал Брихат Бхагават Амритам. Очень возвышенное писание. Там очень большая последовательность событий, как сериал, очень много серий. А потом утром мы шли в местный парк Матхури. И у меня была привычка, я любил ходить с Гурадевом. И нас тогда было не так много. Нарисимха Махарадж. Иногда Гурадев останавливался и рассказывал какие-то интересные вещи. Я помню, однажды Гурадев сказал, я был в Искон, и постепенно потом пришел к Гурадеву. И люди из Искона начали критиковать Шрилы Нараяна Махараджа. И однажды Шрилы Нараяна Махараджа сказал, если Саньяси... Он спросил... Я так не поняла, кто у кого-то спросил. Но кто-то у кого-то спросил, если Саньяси женится, сколько Бхакти разрушится? И тогда Рамачандр Прабхал ответил, Бхакти останется на том же уровне, и в следующий раз он начнется с того же уровня. Но если я, будучи Саньяси, буду критиковать группу Гасвами и еще кого-то других Саньяси... Я сохраню свой статус Саньяси, но мое Бхакти будет уничтожено. И Гурадев сказал, если я оставлю Саньясу ради женщины, ничего страшного. А, но я сохраню любовь в Капарампуре, ничего страшного, как если я останусь в Саньяси, но буду критиковать Садху, мое Бхакти пострадает. То есть, если Саньяси оставит Саньясу ради женщины, это не так страшно, как если Саньяси будет, оставаясь Саньяси, критиковать Садху. Это самая страшная критика, это очень страшно. Это очень опасно. И вот однажды я ехала, однажды в Мадхуру, на верхней полке. Я залез туда, чтобы никто не мешал. И там рядом сидели мама с сыном. А сына звали Тони, ему где-то был год. Я спросил, как тебя зовут? А он говорит, Тони. И я запомнил это имя Тони. Она все время, потому что говорила, Тони это сделал, Тони это сделал, Тони это сделал. Мама про своего Тони рассказывала три часа, Тони Кадха. Потому что мама его очень любила. Это показывает, что тот, кого мы любим, мы готовы снова и снова повторять о нем. Десять раз готовы повторить о нем одно и то же, один и тот же случай. И не устаем. Мы не перечитываем десять раз одну и ту же статью в газете, но мы с удовольствием слушаем десять раз одно и то же о том, кого мы любим. И тогда для меня это стало очевидно, что тот, кого мы любим, мы снова и снова говорим о нем. Поэтому, если мы любим Кришну, мы постоянно должны о нем говорить. И о том, о ком мы говорим, мы к тому привязываемся. И поэтому, если мы продолжим повторять имя Господа и слушать о волилах, то постепенно, постепенно мы разовьем привязанность к нему. И у нас образуется связь. Такой процесс. Такой процесс, способ, как полюбить Кришну, снова и снова слушать о нем, развивая привязанность. И тогда мы приобретем это сокровище премы. Что это за према? Что это за любовь? Любовь того, с кем у нас вечные отношения. Живи Росфору Пахой. Когда я был молод, однажды, Раджиш Кана был очень популярный герой. Столько девушек. Были готовы умереть за него. Я так понимаю, это какой-то актер. Раджиш Кана. Был очень красив, но эти девушки никогда его не любили. Но девушки вены резали, вешались, потому что разлуку испытывали о нем. Они никогда его даже, по сути, вживую не видели. Но настолько развили эту привязанность, настолько в него влюблялись. Прямо самоубийство совершали из-за него, из-за разлуки. Потому что они видели его в фильмах. Слышали о нем истории, читали о нем статьи. Так же и здесь. Если мы снова и снова будем слушать о Господе, то у нас все получится, мы обретем связь. В этом и есть смысл парикрамы. Парикрама – это лишь повод собрать нас всех вместе на катху. Харе Кришна, дорогие преданные! Всем Харибол! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ари Krishna, Ари Krishna Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna Ари Krishna, 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 Ари Krishna, Ари Krishna Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna, Ари Krishna Субтитры создавал DimaTorzok Класс, спасибо большое